Знаете, ребятки, я очень часто высказываю много предположений касаемо игровых процессов, так называемые предсказывания, я не знаю, как это всё описать, и некоторые из них не сбываются, а некоторые сбываются, и я от этого особо не рад, если честно. И сегодня в видео пойдёт речь о таком очередном случае. Вообще, по сути, мы поднимем три разных темы, поговорим, побомбим, всё, как вы любите, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ, ставьте лайк, не забываем подписываться, полетели. Сначала поднимем тему рандома, рандома не в том плане, когда мы ролим за 150 самоцветов героев, а рандома в акциях. Конечно же, я знаю, сейчас в комментариях найдётся просто целая куча народа, которая будет кричать, и «А, у меня уже полгода никакие герои не падали, а у меня там то-то, то-то, блин, подкрутили рандом, короче, герои не падают, таланты не падают». Каждое обновление говорят люди, что подкрутили рандом, и там одно, второе, третье, четвёртое, но, ребятки, поверьте мне, я паролил просто на сотнях, если не тысячах аккаунтах. Сколько я самоцветов чужих спустил, просто бездонное ведро. У меня есть в голове некая статистика, я вам могу сказать, что, к примеру, когда ты ролишь героев, то там реальный сволочной рандом. Иногда некоторые ребята там, анубисы, за 500 тысяч не могут выбить, это тупорылый рандом. А иногда ребята грёбаного анубиса выбивают с бесплатной попытки. Вот у меня бездонатные ребятки, да, в гильдии, они херак, они, блин, с бесплатной попытки, или за квест выбивали анубиса. А я не знаю, сколько я вложил, 200-300 тысяч самоцветов после выхода анубиса, по чуть-чуть кидал, пытался его выбить, и ни хера там, вот только последний раз он мне выпал. Это рандом, кто бы что ни говорил, как бы что там ни подкрутили, но это грёбаный рандом, и он работает в две стороны. Кому-то дико везёт, кому-то вообще не везёт. По поводу этого мы ставим точку. Я хочу поднять вопрос именно про рандом, так называемый, на акциях, когда мы пытаемся выбить какого-то некроса, или ещё какого-либо другого героя. Вальтора мы раньше пытались выбить, и так далее. Все вы знаете, что пару дней назад прошёл, ну, достаточно трэшовый стрим, где мы с агильдийцем пытались выбить некроса. Мы его выбили за 266 попыток. И, как бы, тема такая, ну, если ты идёшь уже выбивать некроса или вальтора с этих акций, там, разбей яйца, или эти рубашка вверх и прочая херобора, ты должен быть готов ко всему. К 100 попыткам, 200, 300, это всё понятно. Вот, как бы, тут, по идее, ну, материться особо смысла нету, ну, сам дурак нехер вкладывать в игру деньги, вот. Меня заботит другое. Нас разработчики заверяют о том, что у нас в этих акциях сплошной рандом. Реально, всё зависит только от твоей удачи. Какая нахер удача? Объясните мне, что это вечно за совпадение происходит? Медевин выбил с 266 попыток некроса. Мы нашему второму сагильдийцу, нубоводу, выбили тоже с 266 попыток. И ещё пару ребят у меня нашлось, которые выбили с 266 попыток. И неважно, какая это акция, вот мы там рубашка вверх, или чё у нас там было за хероборы, эти грёбаные карточки, а кто-то с яиц. Множество ребят выбивают почему-то именно с 266 попытки. Может быть я, конечно, ошибаюсь, может там 254 была или ещё что-то, поправьте меня в комментариях. Но мы уже с гильдией поржали по поводу этого момента, то что рандом-рандомом, а все выбиваются одной и той же попытки. Как это происходит? Непонятно. Это же вы представьте, как должны повернуться, не знаю, молекулы какой-то там вселенной в космосе, ещё чего-либо, чтобы при таком рандоме, при таком шансе все ребята выбивались с одной и той же попытки. Как это работает? Какой в жопу это рандом? Ладно. Хочу сказать так. Руслан Кудрин на стриме ролил игроку из Монарха Трафт, если я не ошибаюсь. Ему повезло, он выбил с 78 попыток. Ещё ребята слышал, выбивали 140 или 160. То есть, ну не все с 266 попыток. Ну извини, когда 5 человек с одной и той же попытки постоянно выбивают героев, ну это такое. Я сейчас дикий баянист, многие игроки топовые, которые уже донатили в этих акциях, они об этом знают. Да и в прошлых видосах я об этом рассказывал, про то, как, блядь, по 5 раз аресы падают. Точнее, вот сейчас мне недавно писали, блядь, ролили некроз, а им один за одним просто аресы херачили. Разве это не глюки? Не знаю, рандом вайджи-джит в акциях. Раньше я вам рассказывал про то, как просто бульдозеры херачили. Просто постоянно бульдозеры, один за другим. Не вальторы, бульдозеры, никакие другие герои, бульдозеры. Писали вайджи-джонни, говорят, ну это рандом. Сука, это что за шанс-то такой? Понимаете, складывается такое чувство, что, ну ладно, на роллинге самоцветов, ну там рандом, таланты рандом. Но вот акция, это такая херь, там, наверное, рандом состоит из трех частей. То есть там или ты выбиваешь с каких-то 78 попыток, или ты со 140, к примеру, попыток выбиваешь, или с 266, и рандом заключается в только том, в какую группу неудачников ты попадешь. Вот мы на прошлом стриме попали в группу неудачников, как и медиан, с 266 попытки выбили. В этом рандом, а, Джи-Джи, объясните, вы хоть, ну как-то тогда, я не знаю, ну что-то там, бля, как-то, ну типа, ну называйте эти вещи своими именами. Вот и все. Вот такая вот херь. Мне просто непонятно, у меня складывается такое чувство, как будто, знаете, нам, Джи-Джи подкидывает чупа-чупс, и мы его сосем, заглатывая и облизывая. По-другому это никак назвать нельзя. Вот. Еще раз говорю, в комментариях не надо там, ко-ко-ко-ко-ко, блин, я там ролил 900 самоцветов, мне ничего не упало, а Джи-Джи, суки, ничего не падает, подкрутили. Да все это херь. Идем дальше. Второй вопрос. Я вам уже, кажется, говорил, что возможен такой вариант, что очередной раз нам выпустят обновление с Колизеем, и после первого сезона он перестанет работать. Хм, как это так? Ну смотри, получаем награду, да, я получил там сколько-то кулачков, но это все похер. В прошлый раз у нас было как? У всех работало, у нас не работало. Теперь Колизей на всех серверах закончился. То есть он нигде не работает, и у нас тоже не работает, и как бы... Ну это стандартная история, понимаете? Если ты ездишь на Жигулях, и твой сосед ездит на Жигулях, и третий твой сосед ездит на Жигулях, ну вы как бы все, в принципе, в говне, но тебе не обидно, потому что рядом стоящий с тобой человек, он такой же, как и ты, и, в принципе, тебя сильно не парит, это не бомбит. Вот, в принципе, и меня сейчас не парит, на всех серверах, короче, Колизея нету. Вот, суперлокация, Колизей это та локация, которая вроде как бы есть, а вроде как бы ее и нету. Вот, так что можем по этому поводу не бомбить, не мы одни неудачники. А, еще маленький такой интересный пунктик. В описании обновления, вы можете в официальной группе почитать, знаете, что написано? После окончания сезона будет таймер, показывающий, когда начнется следующий. Вы где-то видите таймер? Я нет. Но, я смею предположить, что все-таки, наверное, благоразумие разработчиков, ну, этот раз будет выше, и, может быть, Колизей не будет работать неделю, или денька три, ну, я хер его знает. Вот, пишите ваше предположение в комментариях, может быть, он не будет работать до следующего обновления, ну, в принципе, удивляться уже ничему нельзя, но таймера, который они обещали поставить, нету. Колизей теперь не работает на всех серверах, нам, в принципе, не так уж и обидно, мы все в говне. Вот, и я думаю, что, ну, не знаю, может, через пару дней, чем черт не шутит, и заработает, и будет все хорошо, и мы все будем радостны. Ну, и самое вкусное, переходим мы, конечно же, к арене. После того, как вышло обновление, ну, точнее, перед обновлением, я радовался. Ребятушки, нам поменяли награду, разработчики красавчики. Да, награду поменяли, но они при этом еще умудрились просто вымазать арену в говне и испортить ее нахрен. Понимаете? И даже не просто, ну, типа, стала арена хуже и так далее. А у меня такое чувство, что, блин, мне раньше было с гребанной наградой никому не нужно, с бесполезной ареной, потому что там, блин, награда говно. Мне было раньше на арену ходить, играть интересней, чем сейчас. Я вам сейчас это попытаюсь объяснить. Сейчас вот не видно, я целый день на арену не ходил, и почему-то я на тысячном месте. Что странно. Обычно вот у меня был прикол один день, к сожалению, я не поставил на запись видео. Просто просыпаюсь, ну, типа, перед сном я зашел в 100, в топ-100, просыпаюсь, и, короче, я топ-20 тысяч. Топ-20 тысяч. Это объясните, как такое возможно? Я, конечно, понимаю, я рукожоп, я не умею ходить на арену, и любой игрок с прямыми руками, имея моих героев, он бы на арене, в принципе, добился бы больше успехов, чем я. И помимо того, что я рукожоп, я еще и ленивый, я не расставляю руны, арты и прочую херь. Но вы точно реально, ну, хотите сказать, IGG, что 20 тысяч человек меня могут завалить на арене? Что я могу своими героями в такую пропасть опуститься? Вы серьезно? Ну, это не самое интересное, господа. Самое интересное заключается в том, что я за каких-то гребанных 5 попыток с 20 тысячного места каким-то чудом, образом, не знаю каким, вошел в топ-100 арены. Как? Абсолютно испорченная локация. Реально плевать на их награды, которые они будут давать там эти кулачки и бла-бла-бла и всю эту ерунду. Абсолютно неадекватное распределение противников, неадекватное распределение в топе. Просто дерьмище. Реально. Раньше был какой-то кайф, чтобы я со своими кривыми руками зашел в топ-100. Мне нужно было пару, ну, вот меня выкинули на топ-1000, да, вот смотрите, вот, к примеру. Сейчас у меня 1144. Раньше, на прошлой арене, имея такое место, чтобы войти в топ-100, ну, мне нужно было хороший денек, наверное, потратить. А может даже и два. То есть фигачить там, не пропускать попытки долбить арену, чтобы войти в топ-100, откуда меня потом пинком под зад выкинут, да? Мне нужно было два дня. Теперь смотрим сейчас. Первый бой. Я его сейчас выиграю и попаду в топ-239. Вот это интересно! Вот это неожиданно! Блин! Офигительная локация! С топ-1000 на топ-1249. Ммм! Сука, я аж весь обтекаю. Во! Я теперь топ-239. Идем дальше, смотрите. Если я этого чувака Дартекса убью, я с двух попыток, с тысячного места попадаю в топ-100. О, кстати, он меня сейчас тут нашатает, потому что его, его это, блин, как ее, ну, как ее, ну, медуза. Она быстрее что-то добежала, сработала. А моя медуза что-то херово бегает. Странно. Ну-ка еще раз. Рандом, наверное, да? Во, моя побежала. А, сука, ее застанили. Беги, дура! Беги! Нет! А, мы оба успели сработать. Ну, вроде меня это должно спасти. Так, кто-то у нас там медуза долбанулась, минуснулась, да? Нет? О, нет, что-то я тут насасываю. Ну, ладно, поменяем противника. Ну, тут вот не повезло. Вот как видео записываю, обычно там 5 попыток. Ну, из 5 попыток, ну, точно 4 затягиваю. А сейчас вот мне что-то не повезло. Ну, а вы сами посмотрите на прикол. Ладно, выходим. Давайте меняем бесплатно противника, винмастер. Я надеюсь, он сейчас меняет. О, о. Сейчас он меня отвинтарит по полной. А, нет. Я его отвинтарил. Или нет, у него анубис живой. А? 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 Ну, что, что? Что, стрелок? Давай, грызи анубиса. Стрелочек. Стрелочек. А, стрелок жив. Все нормально. Анубиса загрызли. Ну, вот. Ну, ладно. Ну, накосячил. Это сколько у нас получается? Две. Ну, короче, попыток я потратил, но, тем не менее, я захожу в топ 100. Есть... При обычном раскладе я бы сейчас зашел в топ 47, в топ 54. Объясните, что это за говно? Оно так не должно работать. Раньше ты там кого-то выигрываешь, и ты в топе продвигаешься там на 5 мест. Ну, там на 10 мест. Ну, пускай, да? Вот. А сейчас что творится? Ну, просто что это за беспредел на арене? Какой интерес? Понимаете? Сейчас арена превратилась в такую вещь, в которую можно, в принципе, не заходить. Весь замес и весь прикол Дикие Арены начнется в последний день сезона. Когда ты непосредственно уже займешь какое-то определенное место, исходя из этого места, ты получишь награду в виде кулачков. Это все будет происходить в последний день. Потому что сейчас тратить там целую неделю свои попытки, что-то туда заходить, реально не имеет никакого смысла. Просто заходите в последний день сезона, рубитесь там, там начнется на арене полный трешок, трешок, трешачок, распределение мест и все. Вот во что превратили нашу арену. Так запускали бы ее на один день раз в неделю. Нахера 5 дней крутить? Просто я не понимаю, это ж надо так постараться, чтобы это все дело так испоганить. Понимаете, мне бы вот сказали, слушай, Саш, придумай что-нибудь, чтобы взять и испоганить нахрен арену. Я бы сидел бы и думал, и хер бы знал, и хер бы знает, придумал бы я так круто или нет, как это сделали разработчики в Китае. Я не знаю, может быть у меня не получилось бы, а я еще тот рукоблуд, если честно. Я могу там что-нибудь испортить, рукожопища еще то. Вот что, вот что это такое, а? Без слез не взглянешь. Ну, конечно, как назло на видео я обосрался, но по идее обычно, типа, 5 попыток, это можно зайти спокойно в топ-50. Вот и все. Бредяч, бредятина. А, еще заметил фишку, защищающую команду. А вот сейчас стоит, а на стриме мы заметили, ты, бывает, заходишь, и у тебя там нету команды, которая, типа, тебя защищает. Тебя-то там ничего не шебуршал, не трогал, а она просто куда-то исчезла. Ну, и за счет этого, наверное, там на двухтысячное место тебя выкидывает, на двадцатитысячное. Вроде как бы она есть, да, эта команда. Вроде она иногда работает, то есть один день тебя выкидывает, а другой день тебя не выкидывает. В жопу мира, на арене. Короче, просто бред. Реально. Напишите в комментариях, что, как вам нравится, арена или нет. Это тот редкий случай, когда я говорю, а раньше было лучше. Пусть, просто бред. Просто бред. Но, тем не менее, конечно, раньше было лучше, но я имею в виду по поводу арены. В целом игры, многие сейчас говорят, раньше было лучше. Вот пипец. Классно раньше было. Вот сейчас игра говно. Слушайте, что год назад, что два года назад я кричал в своих видео. Все, последние, последние гвозди в гроб игры, последние гвозди в гроб баланса. Мы все умрем. Но, тем не менее, проходят года в этой игре, мы до сих пор играем. И игра менее интересной для нас не становится. Вот. Ну, а арену конкретно испоганили. Так что вот это вот кричать, что раньше было лучше. Если бы игра не обновлялась, уже бы точно давно никто не играл бы. Так что раньше было не лучше. Ну, как-то так вот. На этом все. Кому понравилось видео, не забываем ставить лайки. Для вас старался Сашка. Всем большущей удачи. Посмотрим, что у нас будет твориться в последний день на арене. Я записываю видео, когда еще осталось 26 часов до окончания сезона. И посмотрим, через сколько этот сезон возобновится. Я дико угарну, если он херак и как колизей. Вроде как бы арена и есть, а вроде как бы ее и нет. Только проблема будет заключаться в том, что нам нужно проходить квест, связанный с ареной. Будет вообще весело, если мы еще квесты не сможем пройти. Но, как бы, я надеюсь, что так не будет. Всем пока, друзья.